Добрый день. Предстоящая неделя будет насыщена интересными событиями. Во-первых, не далее как сегодня ночью с 10 на 11 число мы попадаем в точное полнолуние. Полнолуние это когда солнце и луна с двух сторон от земли в этот раз солнце находится в водолее луна во льве то есть полнолуние будет такое достаточно я бы сказал жесткое что рекомендуется перед полнолунием перед полнолунием рекомендуется закончить какие-то свои дела начатые и после точки полнолуния посмотреть назад и посмотреть что мы не успели сделать какие обещания мы не выполнили словом обратить на это внимание особо жесткий период будет сегодня завтра и послезавтра это у рожденных под знаков лев телец скорпион и водолей рекомендую вам быть более внимательными прежде всего внимательными к своим эмоциональным порывам дальше не менее интересное событие ожидает нас во вторник напомню это будет день влюбленных но этот день влюбленных будет такой очень такой напряженный скажу я вам заранее приготовьтесь к этому во первых венера с марса идут в одной точке вовне это конечно хорошо то есть венера марс мужская и женская энергия будут немножко сплоченные но в это время ровно в оппозиции к этому соединению венеры с марса будет находиться луна то есть утро 14 числа может быть такое окрашена бурными эмоциями не исключены скандалы конфликты и что-то подобное ничего страшного не переживайте к вечеру все эти конфликты уже луна выйдет из оппозиции сойдут на нет и будет вам счастье в общем с утра следует 14 быть немножко более внимательным к своим близким прощать какие-то мелочи прежде всего это затронет знак овен и знак весы зоне повышенного конфликта и будьте очень внимательны и с собой и с близкими это козероги и раки при этом знам близнецы знак водолей будут себя чувствовать прекрасно и в день влюбленных и до конца следующей недели то есть у вас день влюбленных получится на самой влюбленной волне что касается далее идем телец у тельцов есть шанс встретить в этот день какое-то яркое интересное чувство кстати там по вашему знаку идет белая луна то есть у вас в целом сейчас период такой достаточно позитивный для вас близнецы мы сказали раки тоже раком рекомендуется поменьше напряжение и поменьше людям говорить о том что вы о них думаете водолеи если водолеи и львы переживут переживут сегодняшнее полнолуние то у них все будет прекрасно и 14 и далее девам но девам рекомендуется в эти дни особенно 14 немножко выключить свой мозг дело все время думают просчитывают вот этот день поживите своим сердцем своими чувствами весы мы сказали скорпион а скорпиона все эти полнолуния оппозиция луны особо вреда не принесет они всегда живут в динамике все у них будет прекрасно дальше в день полнолуния завтра очень интересные красивые варианты прорисовываются у стрельцов они вдруг увидят какую-то интересную волну прежде всего финансовую то есть это будет как-то связано с прошлым например забытая идея из прошлого вдруг всплывет и вы захотите ее реализовывать для этого у вас есть все шансы полный вперед козероги но вот козерогом 14 числа также как и раком следует быть осторожными со своими эмоциями лучше лишний раз промолчать водолея я уже говорил и рыбы рыбам с каждым днем напряжение становится все меньше меньше и меньше у них был сложный период года два так вот он уже почти завершился и вы уже будете ощущать все больше и больше позитива вот примерно такая картина поздравляю всех заранее с днем влюбленных рекомендую каждому провести его на самая высокая творческо эмоциональной и чувственной волне дарите ближним красивые слова и пусть любовь победит